Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне произошел конфликт между участницами проекта. Пьяные девушки Тата Абрамсон и новенькая Сабрина Ангелова начали оскорблять друг друга. Саша Артемова, у которой ранее был конфликт с Татой, вступилась за Сабрину. Она облила Тату кетчупом, а затем убежала под защиту к Жене Кузину, который жарил шашлыки. Затем Тата облила их квасом, а Саша в ответ ударила ее бревном. Все это мы сможем увидеть в эфире через 6 дней. Лена Босс сдружилась с Элой Сухановой. Они проводят много времени вместе, теперь они лучшие подруги. Подписчики комментируют. Босс теперь от Харитоновой к Сухановой перебежала. Она всегда прибивается к более сильным участницам, сама она ни о чем. Татьяна Владимировна Африкантова хочет вернуться на проект, но уже вместе с мужем. Она написала в своем микроблоге. Смотрю, вроде отеки прошли, можно и в строй на дом 2 возвращаться. Муж Саша говорит, меня тоже полюбили подписчики, он тоже хочет анкету подать. Также Татьяна Владимировна рассказала, что отца Марины хотят пригласить налобное. Зрителям было бы очень интересно узнать его мнение об Андрее Чуеве. Андрей Черкасов прокомментировал уход своей бывшей девушки Яны Шофеевой. Зрители недоумевают, почему выгнали эту девушку. Она всегда нравилась ребятам на поляне, на нее всегда был спрос и с ее участием могло получиться еще много интересных сюжетов. Андрей сказал, что Яну выгнали за безделье, за употребление мата, за постоянное сидение в телефоне, неучастие в жизни коллектива. Это воспитательная мера, чтобы и другие участники одумались и изменили свое отношение к проекту. Надежда Ермакова в беседе со своими подписчиками заступилась за Ольгу Рапунцель. Многие зрители недовольны поведением Рапунцель и требуют ее убрать с проекта. Ермакова написала, «У многих есть темное прошлое, за это нельзя винить. На проекте она интересный персонаж, ничем подобным не занимается. Она неоднозначная и этим интересно. За что ее нужно выгонять, не пойму». Ксения Бородина и ее муж Курбан Амаров отправились расслабляться на Мальдивы. Их жизнь похожа на настоящий рай. Они едят деликатесы, загорают, много купаются и катаются на велосипедах. Подписчики Ксении заметили, что ее муж стал совсем другим. Некоторые из них приняли его за другого человека. А самые внимательные поняли, что Курбан изменил внешность, он сделал пластику носа. Но Ксения поспешила разуверить своих поклонников. «Я так смеялась», – пишет она. «Говорят, что это не мой муж, не Курбан, а кто же это? Похудел он». Бывшая участница проекта Алиана Габосова отметила двухлетие сына. Она устроила яркий праздник для своего малыша. Этот день не забудется Роберту надолго. Специально для него пригласили выступать профессиональных аниматоров и красочно декорировали место, где происходил детский утренник. Кристина Дерябина показала фотографии до и после ринопластики. Мнения подписчиков разделились. Одни пишут «шикарная работа, очень качественно и красиво», а другие считают, что прежний нос был лучше. Теперь лицо выглядит неестественно, корп убрали и визуально нос стал очень длинным. На тему пластических операций высказалась и Оля Гожиенко. У самой Оли и грудь своя, и лицо свое, никаких операций она не делала. Оля написала «Я не против операций, я против переборов. Все должно быть гармонично и естественно. Девочки, не спешите себя переделывать. Я надеюсь, что скоро естественность будет снова в цене». Подписчики единодушно поддержали Олю. Инна Баловичева публикует снимки с совместных встреч ветеранов дома 2. «У всех девушек в личной жизни все хорошо», — написала Инна. «Дружба народов. Африка, Россия и Украина», — подписала она этот снимок. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!